Черный угол образовался и на кухне бывшего общежития на Московской. От повышенной влажности здесь поселился грибок. Выселить его коммунальщики отказались, и жить так дальше людям уже тоже невозможно. Но, как выяснил городской дозор, в своих бедах жители виноваты сами. Вот уже год, как в этом доме поселилась плесень. От незваного гостя, говорят хозяева, хоть из дома беги. Грибок здесь повсюду, и с каждым днем плесень расширяет свои владения. Жители уже жалуются на здоровье, ведь такое соседство вредно для него. Своими силами сдержать наступление люди не могут. Ремонт сделали год назад, и вот эта плесень появилась какая-то, стояк меняли, вроде все меняли. Ну и вот такая история в душе такая же. Плесень везде. Плесень не только в душе, но и на лестничных площадках. Стены рушатся, а жильцам досаждает зловоние. Многие уже жалуются, может быть это и грибок, а может быть и то, что вода бежит, и у кого-то неправильно сделан именно вот этот слив. Трубы, может, неправильно поменяли. Жители грешат на коммунальщиков. В доме менялись стояки, и горячую воду пустили по полипропиленовой трубе. А этот материал не приспособлен к высоким температурам. В живую звонили, приходили, и письмо пришло, что в связи с тем, что они достучались, ничего порешать не можем. Как выяснилось, в доме произошла смена управляющей компанией. И нынешние коммунальщики о текущих проблемах узнали только от нас. Говорят, готовы помочь, если жители официально к ним обратятся. Дело еще в том, что душевые, которые установлены в этом доме, не предусмотрены проектом. Когда дом потерял статус общежития, собственники, естественно, пожелали в себе установить кто-то душевую кабину, кто-то в ванну. Без соответствующего разрешения и без выполнения гидроизоляции пола. Вот оттуда и возникла эта проблема. Но сначала жителям необходимо узаконить оборудованные вне проекта душевые. Тогда можно будет спросить нерадивых собственников. А иначе проблему с промочками и пресенью и не в пользу жителей решит суд. Юрий Шумков, Николай Косарев, Городской дозор.